Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня о проделанной работе отчитались батревские власти. Район лидирует по многим показателям, отметил на совещании глава республики. Но и замечаний хватает. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Свой рабочий визит в район глава республики начал с посещения одного из самых передовых картофельных хозяйств. Летняя засуха агрария не обошла стороной. Урожая в прошлом году собрали меньше, но все же закрома удалось заполнить до отказа. Неплохие всходы, говорят руководители, дали элитные семена. Здесь уже вовсю готовятся к весеннеполевым работам. Поля планируют засеять уже проверенным материалом. Выращивают у нас почти все хозяйства. В данном хозяйстве 330-350 гектаров ежегодно сажают. Хозяйство Малала, Красное Знамя, Исток, Первомайское, Труд. Это картофельное хозяйство, которое получает максимальную прибыль от реализации и продажи картофеля продовольственного. Хозяйство расширяется с каждым годом. Недавно было построено новое хранилище на 2000 тонн. В самое ближайшее время планируют возвести еще один ангар и оборудовать новый коровник. Несмотря на аномальную жару, в хозяйстве завершили год с неплохими показателями. Для других сельхозпроизводителей это должно послужить примером. Они прибыли увеличили в 1,7 раза и от растеневодцев и от животноводцев. Вот это главные показатели, ключевые показатели, которые дают возможность дальше развиваться, оформлять субсидируемые кредиты. Но необходимо думать не только о модернизации хозяйств. Заработная плата работников отрасли в Баттерском районе оставляет желать лучшего. А в некоторых организациях аграриям и вовсе дают деньги в конвертах. Разобраться в этой ситуации должны правоохранители. Обратить внимание необходимые на пустующие земли. Более 7 тысяч гектаров до сих пор дожидаются своих собственников. Активнее муниципалитет должен заниматься регистрацией земельных долей. Формировать эти участки в последующем, чтобы в соответствии с законодательством можно было предоставлять тем юридическим лицам или предпринимателям, которые обеспечить его целевое использование. В Баттерской районной больнице ощущается дефицит врачей. Хотя ситуация все же меняется. Молодых специалистов на село удается завлечь благодаря программе «Земский доктор». Не забывают власти об исполнении социальных программ. В прошлом году здесь возвели новый детский сад. Сейчас в очередях стоят всего 190 ребят. Что касается необходимости строительства детских садов, то в этом плане государство готово. Самое главное, у нас были здоровые, любимые дети. Вообще в районе за последние годы произошел заметный демографический скачок. Есть и другая, не менее положительная тенденция. В Баттере в прошлом году было заключено более 300 браков. Этим может похвастать далеко не каждый муниципалитет. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, поддерживать многодетные семьи. Глава местной администрации доложил, что им уже предоставили земельные участки, и многие начали строительство домов. На совещании чествовали и лучших из лучших. Аграрии, медики и преподаватели получили благодарности, грамоты и подарки. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин